Азитромицин, парацетамол, ингавирин. Название этих препаратов, пожалуй, на слуху у всех казахстанцев. В связи с возрастанием заболеваемости пневмонии и коронавирусной инфекцией, спрос на противовирусные препараты и жаропонижающие возрос как никогда. Воспользовавшись ситуацией, к сожалению, некоторые недобросовестные граждане начали наживаться на этом. И тем самым спровоцировав не только необоснованное завышение цен, но и дефицит лекарств. Как решается этот вопрос у нас в области, попытаемся выяснить сейчас в этой студии. Здравствуйте, это Ануар Амангельдинов и программа «Сегодня». Сегодняшний наш гость – заместитель руководителя департамента агентства по противодействию коррупции по Алматинской области Жумабаб Жандос Сагандыкович. Перед тем, как мы начнем беседу, хочу напомнить вам, уважаемые телезрители, вы можете позвонить по интересующим вам вопросам по номеру, указанному на экране. Так что ж, Жандос Сагандыкович, приступим к разговору. Как мне известно, во всех регионах Казахстана антикоррупционной службой инициированы специальные мониторинговые группы в целях борьбы со спекуляцией и необоснованным завышением цен. Вот вкратце расскажите, пожалуйста, нашим телезрителям, в чем заключается ваша основная деятельность и кто входит в этот состав. Здравствуйте, Ануар. Действительно, очень хорошая передача. Специальная мониторинг-группа у нас существует уже несколько лет. Основная задача нашей мониторинг-группы специально при агентстве, получается, в области у нас, при нашем департаменте. Основное направление – это решение задач антикоррупционных стратегий. То есть оно само по себе говорит, здесь лица, состоящие в нашей специальной группе, занимаются мониторингом в той или иной сфере деятельности. То есть это может быть и квази-государственный сектор, то ли государственные организации или правоохранительные службы некоторые, скажем. В состав мониторинг-группы нашей я хочу отметить, что в этом году, в январе, мы объявили конкурс, в результате которого подали около 30 наших граждан по области. Они все были отобраны и утверждены. В настоящее время в состав у нас участие принимают совместно с нами большинство бывшие, скажем, сотрудники государственной службы. Есть руководящих состав, которые лица были, есть представители СМИ, есть предприниматели, в основном еще есть юристы, адвокаты. Мы совместными усилиями проводим, как я уже отметил, в разных направлениях соответствующие мониторинговые мероприятия. Касательно по лекарствам, сейчас работа сильно усилилась в вашей специальной мониторинговой группе. Расскажите, что было проделано, может есть какие-то конкретные факты необоснованного завышения цен, где были выявлены именно вами, вашими коллегами? То есть сейчас по инициативе антикоррупционной службы на территории республики, территориальный департамент, созданы мониторинговые группы, куда вошли представители партии Нур-Атан, сотрудники антикоррупционной службы. Наши представители специальной мониторинговой группы, туда же вошли представители СМИ, участие у нас принимали в наших мониторингах и местные телеканалы, и, скажем, республиканского значения. Печатные издания, у нас также участие принимают блогеры, волонтеры. Сейчас, получается, мы после создания проводим разного характера мероприятия. Большинство у нас именно по направлению, скажем, завышению цен. С начала июля до настоящего времени этот мониторинг продолжается. И сейчас у нас было проведено мониторинг, более 140 аптек охвачено. Это по городу Талдукурган и по регионам нашей области. Упор был проведен у нас, получается, и сельские округа, и районные центры, скажем. Большинство направлений у нас, получается, в начале мониторинга ощущался очень большой дефицит именно лекарств, которые жаропонижающие, противовирусные. Сейчас, получается, нам всем известно, поступают, согласно заявкам наших региональных ЦРБ, центральной районной больницы, они аккумулируются в области у нас в городе Талдукурган. В последующем они через возможности дистрибьюторов республики, которые в Алма-Ате, закупают из дальнего и ближнего зарубежья соответствующие лекарства. В последующем эти лекарства у нас, согласно заявкам, поступают на склады СК-формация и на склады, скажем, управления здравоохранением. Нет, вот вы проверили более 140 аптек. И сколько было выявлено фактов нарушения, необоснованного завышения цен спекуляций? Мониторинг был проведен, да, более 140 аптек. Когда совместно это мероприятие проводилось, мониторингу именно этой группы было выявлено 6 нарушений, которые квалифицируются согласно статье 426, часть 1, где предусмотрено наказание в виде штрафа 200 расчетных месячных показателей. И уполномоченным в этой сфере у нас именно является департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг. То есть это фармконтроль, мы как говорим, или бывшая служба СЭС совместно с ними. Но в то же время хотел добавить, Анвар, здесь последние были данные соответствующие, информация предоставлена в СМИ, что прокуратура совместно с другими, сейчас количество его увеличилось до 19 показателей. То есть 6 фактов – это у нас именно наши мониторинг-группы. В последующем все выявленные факты у нас передаются у полномочий орган. Это департамент контроля качества товаров, безопасность товаров и услуг. Но в целом вы следите именно, как проверяющие смотрят, объективно ли ситуация идет на рынке. Вы хотите анализировать, мониторить, своего рода, но вы не можете применять административные меры. Административные меры принимает непосредственно департамент контроля качества товаров и услуг. Здесь получается, смотрите, наша задача, антикоррупционная служба, которая пользует наши инициативы. Здесь мы в СМИ все наблюдаем, что в Алматинском, в целом Казахстане поступает гуманитарная помощь. Наша задача совместно в этой группе, это, как я уже ранее говорил, это волонтеры, специальная мониторинг-группа, НОРОТАН, общественники, СМИ, мы совместно при отгрузке груза принимаем товар, отгружаем. Там, соответственно, здесь мы ставим печать, которая нами была заказана, где проставляем, что это гуманитарная помощь, она бесплатная, то есть продажи противозаконно. В последующем, получается, мы весь товар отгружаем и сопровождаем весь груз до конечного ее пункта назначения, то есть до центральных районных больниц и сельских округов. А вот прибывший к нам груз уже был доставлен до некоторых больниц или до сих пор находится на складах? Нет. Последний груз у нас прибыл 17-го числа, до этого был 10-го груза гуманитарный поступил, он из Катара, из КНР, еще стран ряд. Их уже, получается, согласно разнарядке центральных районных больниц на районном уровне, Управление здравоохранения области распределило по накладным и передало их. Я хотел добавить, что вот эти грузы гуманитарные, они у нас большинство поступают именно в средства индивидуальной защиты. Они предназначены для представителей медперсонала, для их защиты. В то же время именно, скажем, вот эти лекарства при мониторинге, эти лекарства, которые поступают на склады, то есть то, что мы ранее говорили, они по заказу на платной основе распределяются тоже именно по заявкам в районные аптеки. То есть здесь мы тоже соответствующее сопровождение с помощью общественности эту работу продолжаем. Можете сказать причины, в связи с чем я говорил, что азитромицин, ингаверин, вот эти препараты отсутствуют? Во многих районах отсутствуют, во многих аптеках люди бегают, ищут. С чем это связано? Ну, во-первых, я думаю, все это производится у нас за пределами нашей республики. Я думаю, как раз вот это вот... Извиняюсь, как мне сообщают, к нам поступил звонок. Давайте послушаем нашего телезрителя. Добрый день, здравствуйте, у меня такой вопрос. Вот я слушаю, вот ваша новость, ваш эфир. У нас, говорите, что лекарства есть, но знаете, вот я живу в четвертом микрорайоне города Палдыкургана, и недавно у моего дяди была температура, и вот мы все аптеки обошли в районе, и даже за район выехали, и жара понижается, их нигде нет. Что вы можете сказать по этому поводу? Почему вот самые необходимые лекарства нет? Спасибо за вопрос. Ну, я думаю, вот как раз вот хотел сказать, хороший вопрос задал телезритель. Большинство лекарственных препаратов у нас, они завозятся в Казахстан, и сейчас как бы с периодом такого пандемии, COVID-19, среди населения чувствуется, что такое ажитаж есть. И большинство мест, как бы мы тоже беседу проводим, и поступающая информация, везде народ закупает именно те лекарства, скажем, противовирусные, они закупают несколькими пачками. В начале, до нашего мониторинга, закуп очень сильный был. Ну, сейчас, вот на прошлой неделе мы мониторинг проводили на склады СК-формации, и, скажем, на два склада, еще два склада у нас, получается, то Медсервис Плюс, то Меддин, и то Кудермед поступили, некоторые именно противовирусные и жаропонижающие средства. То есть они, как я ранее говорил, будут доставляться в районы, согласно их заявкам. Часть есть, некоторые на СК-формацию поступают, они для ЦРБ, для, получается, больницы района, а вот эти остальные медикаменты на платной основе в аптеки районов и сельских округов. Можно ли сделать такой вывод, что все-таки в складах недостаточное количество препаратов, так как до сих пор в некоторых аптеках нету именно самых необходимых в нынешнее время препаратов. Ну, здесь, знаете, я думаю, вся заявка у нас согласно требованиям. Я думаю... Прошу прощения, нам сообщают, что еще есть один звонок от наших телезрителей. Давайте послушаем и позже продолжим эту тему. Хорошо. Слушаем. К сожалению, видимо, нарушение. Слушаем, слушаем вас. Говорите. Говорите? Да, да, да. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотел вопрос задать по телевизору этим господам. Ага, задавайте. Да, да, да. Здравствуйте. Я хотел вопрос задать по телевизору этим господам. Здравствуйте. У меня это сахарный диабет второй степени. Нам дают каждый месяц лекарства. И гипертоник. Но сейчас у нас постоянно, которые давали всегда бесплатно лекарства, сейчас данный момент нет. И говорят, что вы и на складе нету. Подождите, подождите. Спасибо за ваш вопрос. К сожалению, наш гость в этом вопросе некомпетентен. Это, скорее всего, как я думаю, к управлению здравоохранения вопрос. Так как наша тема – это дефицит лекарств и мониторинг по устранению спекуляций и дефицита. Жан-Дос Сагандыкович, есть ли конкретные примеры, такие самые грубые нарушения? Да, имело место. Вот 11-12 июля, получается, мониторинг группы. Мы проводили мониторинг в Аглормиатс, города Алматы. Это, получается, Южный регион. Толгарский район, Ильисхи район, Имбиш-Казахский район, в результате которого часть лекарств действительно в каких-то аптеках наблюдала, что есть дефицит, отсутствует. А в некоторых аптеках оно, скажем, в одном, допустим, поселке, оно есть в одной аптеке, где-то, допустим, ее нет. В ходе мониторинга было выявлено, что в Ильисском районе поселка Утиген-Батыр был зафиксирован факт, что продавали инговерин по завышенной цене. По 8500 тенге. Тогда как его, получается, цена, розничная цена, согласно утвержденной приказам министра здравоохранения, составляет 4291 тенге. То есть, соответственно, два раза завысила сумма, в результате которой эти материалы были зафиксированы службой местной полиции. В последующем они были переданы в полномоченный орган для составления последующего протоколов и привлечения к административной ответственности. То есть, это департамент качества контроля и безопасности товаров и услуг. В основном, большинство нарушений в каких регионах? В Алматинской агломерации или же нежели в Талдукурганском регионе? Нарушения разные. Есть в Талдукургане было. Во всех практически районах 1-2 факта есть. В Карасайском было, в Талгарском, в Мишказахском. В разных районах были эти факты. И эта полностью информация в прошлый раз предоставлялась. В СМИ около 19 фактов я до этого говорил. Материал дальше уже соответствующая работа проводится. А к нам поступил еще один звонок. Слушаем вас. Слушаю, слушаю. Алло. Да, да, говорите, вы в прямом эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот это Талдукурган, пенсионер, 75 лет у меня. У меня вопрос такой. Сейчас в аптеке все вот какие, например, простые, этот чай питье против запора, который пьют. Вот это было раньше где-то, не раньше, месяц тому назад 180 тенге было, сейчас где-то около 30 тенге ушло. Пожалуйста, повторите еще раз вопрос. Я не понял. Простой чай, чай питье. Да, да, да. Все у нас лекарства сейчас, значит, подорожало на 100%. На 100%. Я не урал. Вот любой. Я сегодня на три аптеку был, искал лекарства, нету нигде. Такой лекарства. Просто там молодец, несчастный вот этот, откачивает этот сироп. Спрашивал сегодня, 160 тенге, там 100 грамм все там внутри, в бутылке. 1600, 1850 тенге. Спасибо за ваш вопрос. В целом, действительно, да, Жан-Дос Агантыкович, наблюдается прирост цен имена не только на противовирусные, жаропонижающие, вообще на все лекарства. С этим как-то борется ваша специальная мониторинговая группа, и может ли применить какие-то конкретные меры, жесткие даже, так сказать. Да, очень правильно, хороший вопрос от наших жителей города. Я хочу сказать, вот как раз обратиться всем нашим жителям области. Да, мы мониторим группу, это продолжаем. Я думаю, это как бы направление правильное. Мы стараемся совместно с соответствующими полномочными органами, представителями СМИ, общественности, волонтеров, всю эту работу для народа стараемся. То есть мы, я хочу здесь сказать, что то, что в аптеках чего нету, я уже ранее говорил, что часть лекарств доставляются, они распределяются по аптекам. Но я хочу до населения довести, что мы, как антикоррупционная служба, и все наши лица, которые состоят в нашей мониторинг-группе, мы совместно проводим работу в онлайн формате. То есть в аптеке мы тоже выезжаем, всю работу на наших страницах департамента, в Фейсбуке, в Инстаграме и других социальных сетях. А также за приглашением СМИ мы всю работу в открытом формате доводим до населения, чтобы все знали, понимали, что мы открыто свою доступность показываем. Если у вас какие-либо есть вопросы, если есть, скажем, какие-то нарекания именно по росту цен, у нас есть наши страницы, можете направить нам 100 тысячи, оставить свои комментарии, мы по ним уже будем дополнительно прорабатывать. В то же время хочу сказать, что я сам лично и мои коллеги, представители антикоррупционного службы, мы мониторим и социальные сети, скажем, наших блогеров, наших в целом социальных сетей, и где мы получаем разного характера комментарий. В результате которого мы все это фиксируем и направляем нашу мониторинг-группу, допустим, сегодня тоже у нас выезд был, сегодня с колл-центра поступало на 1424, соответствующее пару сообщений, что в центральной аптеке продают какое-то лекарство по завышенной цене. Получается, в совместной СМИ был организован выезд, мы все это отфиксировали, соответствующее, получается, комментарий дал и администратор данной аптеки. То есть я хочу сказать, можете все свои, скажем, предложения и замечания оставлять в комментариях и обращаться в наш колл-центр при агентстве 1424. Мы незамедлительно будем проводить соответствующие мероприятия и об этом будем сообщать нашим жителям области. У нас вопрос поступил на WhatsApp-мессенджер. Здравствуйте. Основная функция антикоррупционной службы – противодействие коррупции. Сейчас вы взяли функцию по борьбе со спекулянтами. Не кажется ли вам, эта функция должна быть у местных исполнительных органов подконтрольных Министерству здравоохранения по контролю за лекарствами, которые вы могли своими силами специалистов мониторить на лекарства? Не кажется ли вам, идет информационная работа, чтобы уменьшить ажиотаж, довести до населения аналогов лекарств, а то о том спросу и соблазнов со стороны недобросовестных аптек? К сожалению, очень прошу наших телезрителей в случае вопросов в WhatsApp-мессенджер задавать желательно кратко и лаконично, чтобы наш спикер мог более внять и понять. Я здесь, Анвар, в принципе, отвечу. Так, сейчас вот последнее совещание Акима области, Аманда Габасовича тоже проводил. Я, насколько я знаю, соответствующие поручения тоже местным исполнительным органам на районном уровне всем задачи поставлены. В то же время мы, как департамент антикоррупционной службы, говорят, что это наши полномочия входит. Но я хочу до зрителей довести, что в прошлом году, в 2019 году, в июне, у нас в агентстве были реорганизованы, то есть мы заново созданы. Мы правоохранительная служба, подчиняемся прямой президенту. И в нашем департаменте были внесены дополнительные несколько департаментов, созданные, то есть структуру. Один из них – это департамент добропорядочности. На основании этого департамента направления мы всю эту работу проводим. То есть основным драйвером нашего департамента, департамента добропорядочности, он… Адалда Халавна, давайте продолжим эту тему чуть позже. Опять еще один звонок. Слушаем, вы на связи. Добрый вечер. Здравствуйте. Я вот, шительница Талду Кругана. У нас такая ситуация была, что мой ребенок лежал в больнице. Мы так и не смогли найти в ампулах аскорбиновую кислоту. Но затруднение было с поиском лекарств. Это сейчас везде по всей республике. Я вот хотела бы, вот, гостя студии, вот, обещают ли они, вот, в какое время вот это наладится. Потому что это сейчас остро необходимость, это жизнь людей. Вот, как они обещают это, в какое время, в какой период это решится эта проблема. В каких аптеках потом можно приобрести эти лекарства. Потому что мы везде ездили по всему городу, везде обзванивали. Ну, где, возможно, вот, через почту же просили уже из Астаны, вот, у кого есть возможность, чтобы отправили. Потому что очень тяжело было. Вот, пожалуйста, ответьте на мой вопрос. Спасибо, я за ваш вопрос. Как вы можете прокомментировать? Да, я думаю, вот, сейчас мы говорили, что мониторинг проводили на складах, да, поступающих. Есть склады, которые, частные организации, которые именно распределяют лекарственные препараты по регионам, по области. Я думаю, мы тогда, мы до этого все это не освещали. То есть мы в прямом эфире все это проговаривалось, что в таком-то количестве, допустим, накладные показывались. Я тогда, в принципе, все это мы в качестве предложения мы это принимаем. И в последующем будем освещать в наших социальных роликах, в какие аптеки, что было распределено, то есть в каком количестве доставлено. Большинство, это южный, скажем, регион, агломерация города Алматы, они впрямую работают аптеки частными с алматинскими дистрибьюторами. То есть большинство товаров, которые поступают, медикаментов, они у нас больше в сторону Алакаля, Раймбексики район, Кирбулак. И вот, как бы, в эту часть доставляются. Знаете, хотел задать такой вопрос. В случае, если провинившийся владелец аптеки уплатил штраф 200 МРП, как вы говорили ранее, но повторно опять необоснованно завысил цену, на этот раз какие меры предпринимаются? Здесь, получается, статья предусматривает 2-3 части, 2-3 части. Соответственно, как я уже говорил, уполномоченный орган в этой сфере департамент качества контроля и безопасность товаров и услуг. Соответственно, я думаю, после эфира мы дальше эту работу будем продолжать. Но, пользуясь эфиром, как раз на ваш вопрос и ответ, я бы хотел, наоборот, призвать наших жителей, наших предпринимателей не заниматься этим. Не наживаться, тем более в такой период, в таком положении, когда народ действительно где-то кому-то, если у кого-то есть возможность, а у кого-то, допустим, даже купить невозможно каких-то лекарств. Наоборот, не завышая цен, как-то стараться помогать и поддержать наше население. Согласен с вами. К сожалению, время нашего эфира подходит к концу. Дорогие телезрители, надеюсь, что вы узнали что-то для себя новое, интересное. До свидания, до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин